Музыка Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в нашей передаче «Кто вы, Юкагиры?» очень интересный гость. Наша молодая исполнительница Ирина Дускулова. Доробочи! Наши зрители, возможно, те, кто интересуется юкагирской культурой, слышали уже некоторые песни в исполнении Ирины. Были у нас несколько клипов, которые транслировались по местному телевидению. Их можно найти и в Ютьюбе. В начале нашего разговора я бы хотел попросить вас рассказать о себе, чтобы вы все-таки рассказали о себе, о своей семье, откуда вы. Я родом с Верхнеколымского района. Я родилась в Узбекистане. У меня мама по национальности юкагирка, а отец по национальности узбек. И родилась я в Узбекистане, но мы буквально через два месяца уже переехали обратно в Нелемное. И всю жизнь, все свои школьные годы я провела там. Мой отец тоже южный человек, всю жизнь прожил на Колыме, получается, был очень хорошим охотником, рыболовом. Училась я в юкагирской школе, изучала культуру. И благодаря моим учителям, благодаря моим родным, очень полюбила свою родную культуру юкагирскую, за что я им очень, конечно, благодарна. И сейчас являюсь певицей именно в жанре этно. А я хотел бы познакомить с семьей Иры. Ира сама из очень нашей известной семьи Дичковых. Ее дедушка Алексей Николаевич Дичков, известный охотник, знатный охотник. Он был и руководителем своего в свое время и колхоза, и бригадиром. Всю жизнь посвятил именно сохранению, развитию охотпромыслов. Его участки находились по реке Рассоха. И вот дядя, получается, тетя Иры, тоже очень известные, очень значимые люди в нашей селе и вообще в жизни нашего народа. Геннадий Алексеевич Дичков – это старший дядя, получается. Он наш юкагирский драматург. Его знаменитые пьесы «Потому что я с севера», «Розовая чайка» – они известны в том числе и зрителям города Якутска. Ставились на сценах и «Якутска» театра, и «Русского театра». Ну вот, проводились разные юбилейные мероприятия. К сожалению, он очень рано ушел из жизни. Очень большой вклад в сохранение юкагирской культуры сделала тетя Иры – это Галина Алексеевна Дичкова. Она первая начала преподавать юкагирский язык, юкагирскую культуру в детском саду села Нелемное и внесла очень большой вклад. Сын Галины Алексеевны, Алеша, был нашим очень тоже известным поэтом. Он писал стихи молодым, но, к сожалению, также его жизнь оборвалась очень рано. Другая тетя Ирина Алексеевна Дичкова всю свою жизнь посвятила тоже сохранению юкагирской культуры. Она очень длительное время являлась руководителем фольклорного ансамбля «Ярхадана». Поэтому я не удивляюсь, что Ира с детства вот так близко связана с нашей культурой. Ирина Алексеевна, она постоянный участник всех наших культурных мероприятий с ансамблем и с детьми, и с молодежью, и со стариками. Вот она постоянно проводит разные мероприятия. И одна из тех, кто поддерживает сохранение нашего юкагирской культуры, языка, села Нелемное. Ну и несколько слов о твоей маме. Лида Алексеевна, она наша художница, самобытная, очень интересная ее картина. Она иллюстрировала выпуск нескольких книг по фольклору юкагиров, наших верхнеколымских. Очень интересные, своеобразные такие были ее работы. Но, к сожалению, она тоже с силой обстоятельства рано ушла. То есть таким образом наша Иришка, она из такой семьи, которая делает очень много для сохранения языка и культуры нашего народа. Ну и теперь вот уже как бы продолжает, сама Ира продолжает эту работу, везде пропагандирует, поет песни на родном языке. Да, я, конечно, из такой, ну не хочется мне подвести свою семью, свои корни, чтобы мои родные гордились мной. И еще вы забыли сказать про моего дядю Дичкова Виктора Алексеевича. Он тоже самобытный исполнитель, тоже самоучка, сам учился, научился играть на баяне, на гитаре. Но тоже, к сожалению, его сейчас нет с нами. Помнишь ли ты, вот с какого возраста, как ты начала вообще петь песни? Мне мои родные рассказывали, у нас даже есть кассеты такие, аудио, раньше записывали на диктофон. И они мне рассказывали, что мне даже, ну, было где-то около 8 месяцев, я уже напевала какие-то песни, да. Потом уже когда начала ходить, выступала, тоже пела, ну, была очень музыкальная. Даже когда к нам батюшки приезжали, они же там поют, и я там в вальном платье рядом с ними. Ну, как бы это серьёзное мероприятие, а я там рядом с ними пою и танцую. Ну, как бы, сколько мне все рассказывают, родные и мои родители, что я с детства очень музыкальная, очень творческая, и очень везде участвовала. Я ещё помню, что я везде участвовала. Ни одно мероприятие без моего участия никогда не проходило. Я действительно прекрасно помню, всегда была такой зажигалочкой, всегда сам, я такой ещё маленький ребёнок совсем бегал, всё равно везде выступала, молодец. Это были песни разные. А ты вот помнишь, чтобы вот они как-то делились, что это вот на русском языке, а это на юкогирском языке? Упомянули мою тётю Галину Алексеевну. Мы в детском саду розовая чайка пели и на юкогирском, и на якутском, и на русском. В то время у меня не было сильного разделения, для меня было всё одно. А потом, когда уже в школьном возрасте, в первый год я участвовала, мне было 6 лет, я участвовала в конкурсе «Колумбская завёздочка». Это районный конкурс проходит у нас ежегодно, и там я уже исполнила песню на якутском языке, и тоже этот конкурс ни разу не проходил без моего участия. Я каждый год участвовала, и один год я стала лауреатом, второй год второе место, потом опять лауреатом. И мне даже говорили, что, может, ты уже перестанешь участвовать, потому что мы сами хотим. А так, с детства я, конечно, исполняла и песни и на русском, и на якутском, и на юкогирском в том числе. Это было обязательно, именно чтобы я исполняла песни на своём родном языке. А ты исполняешь только народные песни, вот тогда исполняла, или откуда ты их брала, эти песни? Сначала я исполняла народные песни, просто без фонограммы Акапельна, а потом моя тётя, Ирина Алексеевна, она нас с детства воспитывала, поэтому сейчас она как мама, поэтому я буду говорить «мама». Моя мама с моей тётей первой, то есть с моей тётей Дёмина Любовь Николаевной, она считается как бы единственным носителем сейчас и когирского языка, и культуры. И вот они вдвоём, у них такой музыкальный дуэт очень хороший был. И вот мама моя писала стихи, тётя Люба переводила, и вместе они придумывали мелодии. Так вот появилась песня «Цветок у росы». Вот я тоже её исполняла на Колумбской звёздочке. И, кстати, у меня есть клип на эту песню. Какое у тебя образование? К сожалению, у меня музыкального образования нет, потому что у нас в Неллину не было возможности. Музыкальная школа только была в посёлке... Цырянка. Цырянка, да. Ну, не было возможности там жить, когда я была маленькая. А так, ну, я любитель, самоучка. С детства я смотрю, учу песни, учу английский, учу там французский, учу якутский также. Мне многие говорили, как ты поешь на якутском, если ты не знаешь якутский? Я говорю, ну, я учу, как обычно, песни, и смысл, я знаю песни, поэтому... Ну, я не вижу никаких препятствий, но в будущем, конечно, мне хочется получить образование хоть какое-то начальное. Ну, у меня просто до этого вот реально не было времени и возможностей не было. Ну, сейчас я в городе, поэтому я думаю, что всё впереди. Ну, ты же училась в АГИКе? Я в АГИК училась на факультете фольклора и этнокультуры народов Арктики и изучала фольклор, получается. Ну, у нас там не было именно по музыкальному образованию. То есть постановочного тогда? Да, постановочного ничего не было. Ну, зато мы учили народные песни якутские, эвенские, эвенкийские, когирские. Ну, было тоже интересно. А потом, я помню, ты же уезжала ещё в Санкт-Петербург? Да, мне предложили у нас в АГИК поступить дальше в магистратуру, да, в Санкт-Петербургский институт. И я, конечно, согласилась, и я прямо уже была в таком ожидании, но, к сожалению, ну, как бы у меня получилось, конечно, поступить туда, но просто полноценно учиться там не получилось. Потому что в 2014 году не стало моего отца, а у него от второго брака было, ну, есть мальчики мои, сводные братья. И, к сожалению, его в 2014 году не стало. А в тот год как раз я закончила Арктический институт, и был выбор, ну, как бы, соцзащита, да, поставила, как бы, или, ну, что делать, потому что мама ихняя, она лишена родительских прав. И я поехала в Питер, поступила там, оформила там индивидуальный график, но там все меня, конечно, поддержали тоже, за что тоже благодарность огромная. И я приехала в район к себе, да, меня устроили на работу. Я тоже благодарна, вот хочу выразить огромную благодарность своим землякам и своему, одному из главных людей в моей жизни, это Горелову Нину Владимировну, начальник культуры, которая меня поддержала всегда, до сих пор меня поддерживает. И для меня она уже не Нина Владимировна, а как тетя Нина. Вот, и они все меня, конечно, поддержали, я там быстро оформила опекунство, устроилась на работу в этнокультурный центр Терха Дана, и все, и так, и эти два года я жила то в Питере, то в Нелиме, да, и воспитывала вместе с мамой, вот с Ириной Алексеевной, воспитывала своих братьев, да. И, конечно, мне помогала моя старшая сестра Зухура, и мой младший брат Тимур тоже, конечно, всегда меня поддерживают до сих пор. Но я окончила магистратуру, вот, и сейчас у меня как бы два образования, и работаю по образованию как раз. Я напомню, что, ну, как скажем, да, где-то лет 10 назад вот ты вдруг широко вошла на нашу эстраду, тогда вот появился твой клип «Святок у росы». Можешь рассказать немного, как вообще этот клип появился? В то время, когда я участвовала, ну, когда стала уже выступать на якутской эстраде, я подписала контракт со студией «Дагун» Антона Иванова. И Антон Иванов очень загорелся тем, что я являюсь КМНС, молодчисленным народом, и... А познакомил меня с ним Евгений Прокопьев, тоже мой земляк, всеми любимый тамада, ведущий, певец. Вот, и он меня с ним познакомил, и у них возникла идея поехать на родину ко мне в Нелемне именно летом, когда проходит национальный праздник Шахаджи-Бе, и снять там на фоне этого праздника клип на песню «Святок у росы». И мы собрались, нас тоже поддержала Нина Владимировна, мы собрались, все поехали и благополучно там сняли клип. Режиссером-оператором был Евгений Прокопьев, а вдохновителем был Антон Иванов. Ну и все жители, конечно, села. Да, там приняли участие наши жители, поэтому с таким удовольствием я смотрю каждый раз этот клип. Да, я тоже смотрю, вспоминаю. К сожалению, конечно, многих вот из старшего поколения уже там нету, но они остались вот в твоем клипе и прямо вот с такой ностальгией всегда смотрю этот клип. Я тоже. Единственный мой клип. Но я думаю, дальше больше, поэтому… Ну, ты потом же, вот именно примерно в это же время ты участвовала в конкурсе «Сан-А-Ре», там песни «Чаха-Адан» тоже достаточно было заметно и так далее. И вот теперь вот, я надеюсь, когда Ирина уже рассказала о своей жизни, тех жизненных обстоятельствах, которые произошли, вы, наверное, теперь поняли, почему после этого, казалось бы, такого яркого старта ты на некоторое время исчезла вообще. Вот, хорошо. Ну, вот ты работала на земле, у себя дома, в Нельмном, и у тебя есть свое теперь, наверное, представление о состоянии культуры югогирской, что необходимо делать. Вот, вот ты, вот по твоему мнению, какие, наверное, сейчас самые основные проблемы для Нельмного, вот именно в части… Нельмный – это единственное место, где проживают лесные югогиры. Вот, что, вот по твоему мнению, нужно было бы сделать, наверное, для того, чтобы и наша культура и дальше сохранялась, развивалась? Ну, у нас и так в Нельмном школе уже делают все возможное, и уже с первого класса стали вроде бы изучать югогирский язык. Ну, в основном это все зависит от родителей, от родителей, получается, у меня, я с детства жила в такой музыкальной семье, и у нас были, мы там концерты устраивали, и все, у нас вот как бы Дичкова семья очень музыкальная, и поэтому, наверное, во мне это осталось, и продолжается сейчас. То есть, проблемы вот сохранения культуры не было, да, так скажем, в вашей семье? Да, вот. А сейчас современные дети, как бы, они хотят, наверное, немножко другого как-то, ну, наоборот, вот уже года три, наверное, как актуально, вот именно, да, именно жить в Арктике, являться коренным малочисленным народом, но это нужно, чтобы сами родители прививали своему ребенку. То есть, вот, главная проблема, на это вот именно... Очень зависит. ...от сохранения идентичности именно с семьи начинает, да? Да, с семьей. А вот ты работала в клубе, как материально-техническая база клуба? Если начинать с самого клуба, то там клуба так... Как такового здания. Такового нет, да. Хотя был сделан проект моей сестрой, кстати, Лобецкой Зухрой Амировной, уже очень давно, лет, наверное, 10 назад она сделала... Красивый такой проект, национальный проект. Проект, да, но говорят, что он очень дорогой, и инвесторов не могут найти. Ну, у нас, получается, там не, как сказать, удобств нет именно в поселке, и мало кто хочет туда ехать из учителей, там, или работников клубов, или там медсестер. Но если бы можно было это сделать, и я думаю, что люди бы приезжали бы, тем более сейчас это очень актуально. Обращу ваше внимание, очень много говорится о сохранении языков и культур коренных малочисленных народов Севера. И таких сел, как Нельмне, у нас на пересчет где, которые являются единственными местами проживания каких-то групп. У нас есть, ну, достаточно много эвенкийских или эвенских сел, а вот сел, где у нас проживают юкагиры, их у нас фактически только два. Причем Нельмне – это лесные юкагиры, Андрюшкин – это тундреные юкагиры. И, казалось бы, должно быть особое, наверное, внимание, потому что это, наверное, историческая миссия республики сохранять и развивать язык и культуру юкагиров. Но вот парадокс. Уже больше 15 лет в Нельмне нет этнокультурного центра. Ну, я имею в виду отдельного здания, оно сейчас в приспособленном, там помещение находится. Должно быть все-таки какое-то здание, где бы велась организованная, нормальная все-таки работа по сохранению юкагирской культуры. Это единственное село, где юкагиры вот так вот составляют большинство и где сохраняются эти элементы культуры. Я считаю, что все-таки это наше обращение и к властям, к органам власти, к общественности о том, что необходима поддержка в части строительства этнокультурного юкагирского центра. Да. А можешь ты рассказать, вот ты же и работала с ансамблем Ярхадана. Вот как эта работа идет, что делается? Поселок наш, да, он очень такой активный, у нас люди быстренько что-то могут придумать, тут же снять фильм, тут же снять клип, как бы на... И именно когда я ходила, говорю, вот нам нужно концерт сделать, пожалуйста, давайте выступим. Все прямо с радостью. Просто нужен человек такой, который вот активный человек, который будет всех заряжать. И я тоже благодарна своим односельчанам, что они меня поддерживали, всегда выступали, всегда какие-то сценки ставить, всегда все участвовали. У нас там есть киностудия «Адунфильм». Режиссером является Миронова Алена Николаевна. И она тоже очень активная, тоже всех поднимает. И вот я думаю, что если она там есть, и люди сами, которые любят музыку, любят экугирскую культуру, я думаю, что наша... Именно наша культура не будет забыта и не исчезнет благодаря людям. Откуда у тебя появляются песни? Ну, на экугирском языке я с детства, ну, со школьного возраста пишу стихи. Пишу стихи про природу, про село, про родных. И вот после того, как я уже напишу какой-то стихотворение, который пойдет именно на песню, мне помогают с переводом мои родные. И потом я уже, когда перевод есть готовый, я придумываю мелодию. Но обычно мы делаем это с мамой. И я, допустим, придумываю, а мама меня корректирует. Вот. И так и родилась песня Чахадан, Лонда. Вот. И... А русский репертуар... Ну, я пою современные песни на разных языках. А вот если якутский взять, то все песни, которые я исполняю, были представлены именно Антоном Ивановым. Это студия Дабун. Студия Дабун, да. Расскажи о своих творческих планах. У меня планы большие. У меня готовится альбом. Он будет на разных языках. И я думаю, в будущем году уже... Как раз на будущий год будет съезд Юкогиров. И вот к съезду Юкогиров, я думаю, уже будет готов мой альбом. Наконец-то очень долгожданный альбом, который я готовила с 8 лет, можно сказать, все песни мои, которые я с детства... То есть это будет результат твоего творческого развития, может быть, за последние... Моего творческого пути, да. Может быть, как-то получается, 15 лет, да, наверное? Да. Ну, не 15 лет, вот мне уже 30 лет, и как бы за, можно сказать, за 25 лет моей жизни... За 10-20 лет моей жизни, которые я исполняла. Которые песни с детства даже, конечно. Да, с детства исполняла, которые песни. И вот они все будут входить в этот мой долгожданный альбом. И там, конечно, вы услышите песню и «Цветок у росы», и «Чаха дан». И новые песни будут. И новые песни. Вот «Лондо» и другие. У нас в гостях была наша молодая исполнительница Ирина Дускулова. Она очень проводит большую работу по популяризации, сохранению юкогирской культуры. И я могу сказать, что такое без всякого преувеличения, в том числе, что Ирина Дускулова является одним из тех людей, которые олицетворяют сейчас на нашей вообще сцене, на телевидении, нашу юкогирскую культуру. Спасибо. Всего тебе самого хорошего. Спасибо. Реализации всех твоих планов. Спасибо. Спасибо большое. Иллисимет Малии. Иллисимет Малии. Иллисимет Малии. Иллисимет Малии. Иллисимет Малии.